В 2009 году все было не так. Не так массово, не так грациозно, не так красиво. Гораздо больше, чем там, что логично. И так интересно видеть, что сейчас до сих пор люди танцуют и насколько поднялся их уровень. И до сих пор вот эта жажда танца. Жажда танца до сих пор есть. Ольга Снурницына, будучи студенткой опорного вуза, заразила этим своим желанием, если не всех, то очень многих. Студию исторических танцев династии мы очень любим. Мы их младший брат. Благодаря им мы начали заниматься в студии исторического танца «Творянское гнездо». Поэтому мы желаем, конечно, дальше развиваться, всегда искать новые интересные танцы, потому что мы их очень любим. Оля очень любит говорить «вкусные танцы». Вот мы тоже их обожаем. Десятилетие студии исторических танцев отметили не просто балом, а целым соревнованием, где ни проигравших, ни победителей не было. В Орле на протяжении двух дней проходят старые открытые соревнования по историческим танцам. Матчи, фольги, кадрилии, ботильоны, все есть. Но главный акцент студии исторических танцев династии сделала на групповых партнерах и даже обязательных танцах. Это фестиваль «Карнавал эпох». Эпоха была в танцах, которые исполняли в стиле одежды. Большинство дам решили выбрать для этого балла – ампир. Главное, чтобы было удобно двигаться, говорили организаторы, раскрывая планы на вторую бальную десятилетку. У нас будут новые баллы, новые поездки. Например, за последние 10 лет мы всего лишь один раз выезжали за границу в Италию. Но я надеюсь, что новое десятилетие начнется именно с интересных поездок и по нашей стране, по всей, потому что мы обычно центральную часть, скажем так, занимаем. Но хочется выехать куда-нибудь подальше, например, может быть, на Урал. Ну и хочется посетить баллы, которые проходят в Европе. Я думаю, что это будет основная цель ближайшего года. Может быть, сюда же будет. А для этого нужны новые лица – дамы, кавалеры. Последних особенно ждут в студии исторических танцев династии. Как говорится, мужчин много не бывает. Виктория Юрко, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова